Мы пьем в магазине минералка, это минералка сказать трудно уже. Вот она минералка. Музыка Ляшка там лежит. Ага, здесь няшечка. Наша небольшая утренняя посидевочка на нашей веранде, где мы вот остановились, Роза Вилдж, отель. Прекрасное утро, доброе, гармония с природой. Реально доброе утро. Реально доброе, да. То есть самое, что радует, то, что мы в отеле фактически, ну, народу вообще никого нет. То есть сейчас как бы мы вообще людей не встречаем. Как-то и сам по себе. Прекрасно, просто вообще замечательно, я считаю. Ну, побольше вот таких дел в отеле, здесь реально отдыхаешь. Так здесь они все примерно одинаковые, но... Здесь, да, все это новое здание, все новые практически, свеженькие. Вид хороший. Что можно еще добавить? Прекрасно спалось. Обычно я сплю в новых местах не очень хорошо. Потрясающее место просто. Я влюбился в это место. Оцените. В принципе, я вчера это все уже снимал, показывал. Ну, это снимать просто можно прям... И расходовать всю память свою, которую у меня есть на телефоне. Хочется заснять все, каждый сантиметр этого прекрасного создания. Спускаемся вниз отеля с нашего Роза Вилош на 1110 метров. Розовая долина. Вот такие тут дорожки у нас. Как тебе, Илешка? Пока не страшно? Ну, сейчас. Сейчас, пока. Я пока собираюсь духом. Собираюсь духом. С серпантин будет, это еще крутое нас ожидает. Вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот люди, кстати, фотографируются, шезунги, кстати, стоят. Это видео, то, что шезунги здесь? Илешка. Здесь можно поваляться, отдохнуть, оказывается. Но можно позагорать. Единственное, бассейна не хватает, да? Может быть, где-то он и есть, конечно. Наша жизнь в руках водителя, Илешка говорит. У него сейчас вот летаются страхи. Отключаются все мыслимые и немыслимые инстинкты от самосохранения. Они не включаются, а просто логически. Логически не надо думать. Отключай мозг. Доверься водителю-профессионалу. Все приближаемся к Розе в долине. На 550 метров. Не, я просто комментирую. В другом фуникулера, короче, вот такой. Тут и сколько? Более 40-ком фуникулеров, по-моему, да? 48-ше. Что-то я вот не помню цифру, да? Вершина горы. Горы, конечно, здесь немаленькие. Ой, 2000 с чем-то, 2500, по-моему, высота максимальная. Бонтинчик радует. Жить в горах радует. Списались мы сейчас с горной вершины. Конечно, знаменитое место, где у нас проходили награждения олимпийцев. Вот к этой ратуше. Тут какой-то у нас движняк. Народу больше гораздо, чем у нас там в этой деревне. Вот. Романов мост тут где-то находит с левой стороны. Или вот он как-то от Романов моста. Ну, а мы сейчас отправимся самостоятельно на минеральный источник Чуэжепсе. Сюда можно добраться на автобусе 105-105 Кес. А мы находимся вот там, высоко-высоко-высоко в горах живем. Здесь движняк, здесь как-то более романтично, особенно вечером. Наверх надо нахуй. Итак, вот мы сюда добирались где-то минут 40. И при прибыли такое название «Медвежий угол». Тут и протекает река Чуэжепсе. В долине реки находится Чуэжепсинский нарожанный источник. Здравствуй, Чуэжепсе. Наконец-то увиделись. Спустя 8-10. Да. Мы просто ее отключили здесь, да. Сейчас народу немного туристов. Выручай, обжардуй. Прибыли вольно-Чуэжепсе. Вот тут немножечко подсниму. Это минеральный источник такой, да? Химический состав имеет как нарожан. Вот. Раньше мы тут воду набирали. Я помню последний раз, когда был. С экскурсии, помню, заезжал в 2011 году. Находится не далеко от Красной Поляны. Вот. И можно водички набрать, короче. Здесь вот попить ее. Стаканчики у тебя, Юляшка? Давай попробуем. Сейчас попробуем водичку. Говорят, она придает настроение. Заряжает бодростью, радостью. Да? Серьезно? А я, кстати, спахнули ее и пил как раз. Вот я в 2011 году, когда был, вот она реально помогала у спахмелья. Да, вот она успокаивала нервы. Ну, прям вообще хорошо себя чувствовала. Нет, особенности этой воды в том, что вот если ее вот так вот постоит, вот она где-то полчаса, она, по-моему, желтеет начинает. Желтеет, вот. Реально настоящая. Ну, добавлено, даже. Ну, привкус железа чувствуешь? Ну, вот. Железо-то очень... Да? Это жернису, да. Даже жернису есть вот. Ну, это бывает природная газация еще. Это же природная или как? Природная газация. Да, мне кажется, тут можно и выпить и два, и три. Ничего страшного, уже правильно? Не сильно нас расслабит, а то мы сейчас... Потом побежим дальше, чем видим будем. Скажу так. Мы пьем в магазине минералка. Это минералка сказать трудно надо. Вот она минералка. Уже попробовали. Поговорили даже эффект на себе, как бы, да? Эффект расслабления, вот, Гидашка говорит. Чуть не заснула. Смотри камеры. Они все разные, говорят, да, еще? Ну, это не разная. Вон там наливать, где нет. Она еще желтеет очень быстро, потому что железо содержится. Железо много содержится, да. Потому что если ее оставишь в, как говорится, стакан чуть-чуть недопитый, оно уже желтеет в течение часа где-то. Анемию излечивает, гастрит, панкреатит. Там много, да, состав кимические подблагоды. Успокоения. Я же, по-моему, там и снимал. Нарушение обмененных веществ, там панкреатиты всякие, престициды. Тут написано лечебные свойства также этой воды. Функции расстройств нервной системы. Вот я и говорю, с похмелья она помогает, потому что реально на расстройствах. И тут хопа, попил и все. И ты уже опять полон сил. Кстати, раньше говорят, было по вере, что она продлевает молодость. Вот ее пили многие старцы. И вроде как бы придавали сил, вода придавала сил. Ну, есть что-то нарзанчик, она не напоминает. Чуть-чуть. Такая же горчинка имеется. Всеобразная. А вот же еще завод где-то построен, да, тут говорят, рядом? Прелестно, эту воду никто не знает, она отливает. А? Эту воду никто не отливает. А, ну там завод вроде как называется, фи-жи-псе тоже вроде минералка. Ну да, да. А тут, ребятушки, вот находится камень, можно загадывать желание. Ну, вроде как, такой природный камень абсолютно. Даже смотрю, тут деньги кто-то оставил. Медвежий угол. Везде вот эти вот медвежата сделаны из дерева. Ну и сам по себе минеральный источник. Только что отведал водички минеральные. Очень понравилось, вкусная. Но много ее, говорят, не рекомендуют выпить, выпивать сразу. Хотя, мужчина сказал, что она лечебно-столовая. Что мы здесь еще можем прочитать? А, ну да, лечебно-столовая. Заболевание печени, водящих плутей. Можно, кстати, с собой набрать водички, даже 5-литровую баклажку, если у вас есть. Так что сюда стоит обязательно заехать. Это находится в 10 километрах от Красной Поляны. Вот Роза Хутор мы ехали где-то в течение минут 30 мы ехали от Роза Хутора. От Адлера, я думаю, где-то за час можно сюда забраться. Остановка так и называется, Чвейжепсе. Медвежий угол. Также за это время, пока мы там находились, приезжали экскурсионные группы. Но я так посмотрел, что им давали совсем немного времени. И они там провели буквально 5 минут и уезжали. Все, водички мы попили. Здесь, кстати, тоже из этих крантиков она раньше шла. А мы просто ее отключили здесь, да. Сейчас народу немного туристов, поэтому здесь как бы... А? Да нет, вроде пока особо сильно не хочу. Точно? Ну да. Все, мы отсюда. Спасибо, водичка. Ты нас напоила вдоволь. А на этом наш видосик заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok